Время новостей на телеканале Север. В студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 133 заболевших, получающих лечение в стационаре и амбулаторно. Еще 483 контактных изолированы и находятся на карантине. Такова статистика минувших выходных. Измерение температуры по причине отсутствия градусников в домашней аптечке не входит в обязанности сотрудников скорой. В Наринмаре и поселке Искатели резко вырос уровень необоснованных вызовов экстренной медицинской помощи. Дополнительный рейс по маршруту Наринмар-Москва выполнит 14 июля авиакомпания «Руслайн». Это субсидируемый чартерный рейс с фиксированной стоимостью билета. Родственники и друзья разыскивают Наталью Мельникову, жительницу города Наринмара, 1988 года рождения. Предположительно, в пятницу, 9 июля, девушка в подавленном состоянии из-за личных неприятностей ушла из дома и до сих пор не вернулась. Родственники забили тревогу в субботу, к поискам подключились спасатели. Но местонахождение пропавшей пока установить не удалось. Как сообщили родственники, Наталья в последнее время находилась в подавленном настроении из-за ряда личных проблем. Телефон, потерявшийся, отключен. Родственники не теряют надежды найти Наталью живой и невредимой. Ждут ее и по-прежнему обращаются к жителям Наринмара помочь найти девушку. В момент ухода из дома она, предположительно, была одета в зеленую ветровку, синие джинсы, имела с собой рюкзак черно-белого цвета. Как сообщил начальник поисково-спасательной службы Сергей Балуцкий, спасатели провели поисковые работы в лесной зоне за улицей Сучинского. Также проверили участок в районе лыжероллерной трассы, поскольку, по имеющейся информации, Наталья ушла из дома, расположенного на улице Евтысова, в сторону леса. Поступают также сообщения граждан о том, что ее видели в городе, но пока ни одно из них не подтвердилось. Поисками также занимаются сотрудники правоохранительных органов и добровольцы. Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшей, позвоните по телефону 02. Также информацию можно сообщить сестре Галине, номер мобильного телефона, который вы видите на своих экранах. Или отправить личное сообщение Елене Тевс в социальной сети ВКонтакте. 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено за минувшие выходные в Ненецком автономном округе. 483 человека, близко контактировавших с заболевшими, состоят на учете в региональном управлении Роспотребнадзора. Все они изолированы и находятся на карантине. Им также предстоит пройти ПЦР-тестирование на выявление заболевания или его отсутствие. Эпид-обстановка в Ненецком автономном округе, как и в целом по стране, ухудшается, несмотря на положительную динамику среди выздоровевших. Выписаны еще 9 человек, прошедших курс лечения от COVID-19. В настоящее время в округе получают лечение от коронавирусной инфекции 133 человека. Из них в стационаре находится 43 пациента. На прошлой неделе из-за всплеска заболеваемости в Ненецкой окружной больнице развернули дополнительный коечный фонд для ковидных больных. Лечение в стационаре получают заболевшие с тяжелым и средне-тяжелым течением болезни. Многие из них находятся на кислородной терапии. Еще 90 человек лечатся амбулаторно. Все амбулаторные больные обеспечиваются лекарствами бесплатно. Сразу на 124 человека за выходные увеличилось количество человек, отправленных Роспотребнадзором на карантин, как близко контактировавших с заболевшими. Напоминаем, в округе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. В наличии в медицинских учреждениях региона осталось два наименования вакцин. Это «Спутник Ви» и «Эпивак Корона». Вакцина «Ковивак», поступившая в округ в ограниченном количестве, закончилась, и когда снова поступит, неизвестно. Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуги, либо в своей медицинской организации по месту жительства. Без предварительной записи в порядке живой очереди сделать прививку можно в дополнительном пункте вакцинации, развернутом в пайе Дворца культуры Арктика. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Ковидная ситуация ухудшается. Количество заболевших растет с каждым днем. Медицинских работников сейчас в учреждениях не хватает, а те, что есть, трудятся в напряженном режиме. В том числе сотрудники отделения скорой помощи, которые в последнее время столкнулись с ростом количества необоснованных вызовов экстренной медицинской помощи. Подробности далее. В Ненецком округе участились случаи вызова скорой медицинской помощи. И связано это не только с неблагоприятной эпид-обстановкой в регионе. Как выяснилось, порядка 40% вызовов, фиксируемых диспетчерами, носят необоснованный характер. Вызывают скорую помощь для того, чтобы сотрудники скорой медицинской помощи измерили температуру, потому что собственных градусников у жителей нет, чтобы дали жаропонижающие таблетки, потому что граждане не смогли их купить. Дальше лица, которые злоупотребляли накануне алкоголем, просят дать таблетку для того, чтобы иметь возможность заснуть. Кроме того, часто вызывают скорую медицинскую помощь для того, чтобы специалисты скорой медицинской помощи сделали гражданам перевязки. Что не входит в функциональные обязанности скорой медицинской помощи, делать они это не обязаны. Не мерить температуру, не выдавать из своего резерва жаропонижающие препараты, не давать препараты для нормализации сна лиц, которые злоупотребляют алкогольные продукции. Также они не производят перевязки. Представители здравоохранения обращаются к жителям города Наринмара и посёлка Искателей и просят пересмотреть своё отношение, во-первых, к своему здоровью и профилактике возможных заболеваний, для чего необходимо иметь в домашних аптечках приборы для измерения температуры и запас медикаментов, в том числе жаропонижающих, во-вторых, к работе скорой помощи, первоочерёдной обязанностью которой является оказание экстренно-медицинской помощи в ситуациях, угрожающих жизни человека. Это жизненно угрожающее состояние, связанное с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, это жизненно угрожающее состояние, связанное с нарушением дыхания, это беременность и роды, угрозы преживеременных родов и начавшиеся роды, это травмы, это химические ожоги, всё остальное – это неотложные состояния, которые могут быть обслужены в поликлиниках, в неотложных кабинетах. Поэтому очень просим граждан пересмотреть своё отношение к медицинским работникам, которые оказывают ургентную медицинскую помощь, не отвлекать их для решения своих вопросов, которые можно решить в рабочем порядке, в плановом режиме. В одну смену на станции скорой помощи трудятся всего три бригады медиков, одна из которых – ковидная. Необоснованный вызов к одному пациенту может стоить жизни другому, которому действительно требуется оказание экстренной медицинской помощи. На предстоящих этой осенью выборов в Государственную Думу жители России будут голосовать с 17 по 19 сентября. Такой порядок утвердил Центр избирком для удобства граждан и повышения эпидемиологической безопасности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Летом прошлого года жители Ненецкого округа уже голосовали в течение трёх дней. Тогда граждане голосовали за или против внесения поправок Конституции Российской Федерации. Согласно исследованию в ЦИУМ о целесообразности голосования в течение нескольких дней высказались 78% россиян. Трёхдневное голосование, которое будет проходить в сентябре этого года, у большего количества населения вызвало всё-таки положительные эмоции, потому что это в первую очередь удобно для жителей. В силу личной занятости каждый человек может выбрать для себя более удобное время, когда он может посетить участок. Тем более в свете тех событий, которые у нас проходят в связи с коронавирусной инфекцией, каждый человек приходит в удобное время и на избирательных участках будет отсутствовать скученность народа, будут соблюдены все меры безопасности. В общем-то, и опять же, эти три дня голосования позволят проголосовать большему количеству жителей, что позволит соблюсти их избирательные права. Такой формат голосования позволит гражданам посетить избирательные участки в любое удобное для них время, а также позволит повысить санитарно-эпидемиологическую безопасность в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. На самом деле, голосование ещё и в прошлом году устраивалось в принципе с противоэпидемическими мерами. Все мы видели, что были одноразовые маски, были перчатки, были ручки, которые выдавались каждому индивидуально. Я думаю, что то, что голосование будет проходить длиной в три дня, это позволит избежать массового скопления народа, потому что в условиях нынешней эпидемической ситуации, конечно, положительно скажется, когда пресечение распространения того же вируса COVID-19. На протяжении всех трёх дней избирательный процесс будет контролировать штаб по наблюдению за выборами, который был сформирован в начале 2021 года при Общественной палате Ненецкого автономного округа. В состав штаба вошли 12 представителей. Уполномоченный по правам человека в НАО, члены Общественной палаты НАО, профессионалы в области избирательного права, общественники, журналисты. В сентябре, помимо голосования в Государственную Думу Российской Федерации, в Наринмаре состоятся до выбора депутатов городской совет по избирательному округу Портовой. В настоящее время известно о двух претендентах на депутатский мандат. Директор Центра кадастровой оценки Елена Кислякова зарегистрирована территориальной избирательной комиссией Наринмара кандидатом от «Единой России» по одномандатному округу номер 6 Портовой. Ранее она уверенно выиграла партийное предварительное голосование. Ее поддержало более 67% от общего числа проголосовавших избирателей. Ее соперником на довыборах в горсовет станет Василий Карипанов. Его кандидатуру на дополнительных выборах по избирательному округу Портовой выдвинуло бюро комитета Ненецкого окружного отделения КПРФ. Дополнительные выборы депутата горсовета состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Напомним, мандат депутата одномандатного округа номер 6 Портовой в окружной столице освободился осенью прошлого года, когда Денис Гусев был назначен сенатором от исполнительной власти Ненецкого автономного округа в Совет Федерации. Несмотря на эпидемиологические ограничения, в Ненецком округе в этом году традиционная экологическая акция «Нашим рекам и озерам чистые берега» все же состоится. Она пройдет на открытом воздухе с соблюдением всех мер безопасности. Об этом шла речь на еженедельном совещании главы региона с руководителями органов власти. Название акции «Чистые берега» говорит само за себя. Традиционно в экологической акции ежегодно принимают участие представители органов государственной власти и МСУ, компании-недропользователи, трудовые коллективы Ненецкого округа и волонтеры. Данная акция является основной частью нацпроекта «Экология». И по показателю очищенная береговая полоса и количество людей, привлеченных к этой акции, мы уверенно каждый год набираем эти показатели. В округе год от года растет количество участников экологической акции. По их доле Ненецкий автономный округ перемесился с 40-го места на 17-е среди субъектов Российской Федерации. В этом году при проведении экологических субботников вдоль водоемов организаторами акции будут соблюдены все меры предосторожности. Участников обеспечат средствами индивидуальной защиты. Будет проходить на открытом воздухе, естественно, в перчатках, чтобы сохранить руки, поэтому все меры предосторожности соблюдены. Безграничные возможности для молодежи. Молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет могут отправиться за границу совершенно бесплатно. О международной волонтерской программе «Эрасмус» подробнее расскажет Катрина Тайборей. Елена Ершова – участница программы обмена «Эрасмус плюс». В течение года девушка была волонтером в Румынии. В новой для себя стране она не только знакомилась с культурой Румынии, но и рассказывала местным жителям об обычаях и культуре России, а также проводила традиционные игры для детей. Об этом проекте Елена узнала случайно от своей знакомой, которая отправилась по обмену в Китай. Далее стала искать информацию в социальных сетях и добилась своего. Сейчас, к сожалению, проектов не очень много, но они все-таки есть. Некоторые страны дают визы именно для волонтерских проектов. Получить эти визы сложнее, чем было до пандемии. Но все-таки, да, ребята уезжают. Все точно так же, то есть уже какие-то ограничения только в стране. Но, по крайней мере, возможность выехать есть. Основной целью «Расмус плюс» является развитие толерантности у молодежи и знакомства с культурой разных стран. Любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет может стать частью этого некоммерческого волонтерского проекта. Все расходы покрываются Европейским Союзом. Нужно только пройти отбор. Это помощь людям стать более толерантными, узнать о культуре другой страны, помочь в каких-то определенных мероприятиях проведения. Ну, например, я была в Румынии год и помогала проводить спортивные мероприятия, просто мероприятия для молодежи маленького города. Как рассказала наша героиня, каждый выход из зоны комфорта – это отличный способ проверить себя и свои возможности. Поездки по программам обмена – это опыт общения с людьми различного менталитета, расширения кругозора, разрушения языкового барьера. Отправляют в такие страны, которые не очень распространены для экскурсионной программы, например. Это знакомство с новыми людьми абсолютно со всего мира, навыки общения с разными людьми, как по религиозным признакам, так и в целом по разному менталитету. Узнать подробнее о действующих программах и возможностях молодежи можно, обратившись к Елене. Ее контакт вы можете видеть на ваших экранах или в сообществе «Сфера» в социальной сети ВКонтакте. Катрина Тайбарея, Владислав Носкин, Телеканал «Север». 14 июля дополнительный рейс по маршруту Наринмар-Москва выполнит авиакомпания «Руслайн». Это субсидируемый чартерный рейс с фиксированной стоимостью билета. Продажа билетов уже открыта. Цена билета с багажом – 9900 рублей. Самолет вылетит из Москвы в 7 часов 15 минут утра, из Наринмара в Москву в 10 часов 35 минут. Это уже второй дополнительный рейс авиакомпании «Руслайн». Первый компания выполнила в минувшую пятницу, 9 июля. Причиной введения дополнительных рейсов по маршруту Наринмар-Москва стала отмена шести июльских вылетов в столицу авиакомпании «Ютейр». Компания объяснила отмену рейсов высоким уровнем заболевания сотрудников и в связи с этим с нехваткой экипажа для осуществления полетов. Введение дополнительных рейсов инициировал губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный в связи с обращением жителей региона, к которым отмена рейсов на Москву доставила огромные неудобства. Полный вперед! Чтобы бороздить водные просторы Ненецкого округа, его жителям необходимо получить право на управление маломерными судами. Для этого нужно всего лишь сдать двухэтапный экзамен. О механизме получения удостоверения расскажем в следующем сюжете. «Два раза в месяц мы принимаем экзамены на право управления маломерными судами. Второй и последний четверг каждого месяца мы принимаем теорию и следующая пятница мы принимаем практику». Каждый гражданин, достигший совершеннолетнего возраста, может прийти на сдачу экзамена после самопогготовки и предоставления определенного пакета документов. А именно заявление, квитанция об оплате государственной пошлины, медицинская справка, три фотографии 3х4, ксерокопия паспорта. «После проведения аттестации выдается удостоверение на право управления маломерным судом трех типов. Или маломерное моторное судно, гидроцикл или судно особой конструкции. К судам особой конструкции относятся суда на воздушной подушке, аэроботы, аэросани, аэролодки». Удостоверение выдается по трем районам плавания. Внутренние пути, внутренние водные пути, внутренние морские пути и территориальное море Российской Федерации. В округе действуют три водных объекта. Практическая часть экзамена проходит на Качгартинский курье. Будущим экзаменуемым необходимо правильно выполнить ряд заданий и маневров на маломерном судне под наблюдением инспектора. «При проверке практических навыков управления оценивается у сдающего запуск двигателя, отход, подход к причалу, выполнение маневра человека за бортом с имитацией утопающего. В данном случае у нас круг». Также судоводитель должен контролировать удержание судна на курсе. Проверяются навыки расхождения со встречными судами, постановка на якорь и снятие с якоря. Как отмечает Евгений Иванов, ветер на реке способствует лучшей проверке подготовленности судоводителей, так как передвижение по воде в будущем будет осуществляться в любых условиях и необходимо учитывать погоду, водные характеристики и волну. «Ошибки встречаются чаще всего. Это не застёгивание правильного жилета спасательного, а индивидуального спасательного средства. Должен быть застёгнут полностью, с паховыми лямками, на все карабины, на все молнии. Ошибки при выполнении манёвра человека за бортом, потому что они учитывают ветер, волну». Телефон для предварительной записи на экзамен вы видите на своих экранах. Катрина Тайбарей, Антон Водряков, Дмитрий Улакевич, Телеканал «Север». На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды.